Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала, мои любимые! Я вас всех приветствую! Итак, сейчас будет для вас онлайн-расклад. Тема будет называться «Его мысли и чувства вслух». Так что, мои хорошие, давайте садимся поудобнее, наливайте чай-кофе, чтобы вам было комфортно, ну и приятно меня слушать. Итак, сейчас будем все смотреть. Для начала, как всегда, давайте посмотрим вашего мужчину. Что у него сегодня? Как у него сегодня дела? Чем он там занимается? Что он там делает? Так, ваш любимый человек и его энергетика он сам. Кто вообще он? Его суть? Чем он сегодня занимается? Что он делает? Отлично! Давайте посмотрим вас. Чем вы занимаетесь? Что вы сегодня делаете? Кто вы? Ваша энергетика? Ну, как интересно. Сколько в нем женского начала? Мужчина или меркантильный, или очень любит жить комфортно, дорого-богато, как говорится, да, чтобы у него все было. Причем мужчина может иметь собственный бизнес, или иметь хорошую работу, постоянную, такую серьезную. Но на данный момент есть какие-то проблемки по работе, где он сейчас пытается как-то, возможно, вывернуться, я не знаю, чтобы по наклону уже вниз не скатиться, а как-то вот подняться, немножко подняться хотя бы. Потому что он так волнуется, он так переживает насчет дома, бизнеса, работы, каких-то ценных бумаг, денег, золота и так далее. Может быть, он работает не один, работает с близкими какими-то, да, вот кто-то у него есть родственники, или, например, сын его старший, например, или брат, или отец, или там друг родной, там уже как брат его стал. И на данный момент они решают что-то там вот как-то поменять, как-то поменять работу, чтобы и бизнес пошел, и работа там, и так далее, и клиенты, и деньги. Мужчина также у нас привязан к женщине. Это может быть и мама, и жена, и любовница, и там секретарша его, да, правая рука. Есть такой тоже момент. Я бы еще сказала, что у него такая натура, он очень сильно подвластен тому, что вот говорят женщины, да, о нем, может быть, говорят женщины. Или как они воспитывают его там, женщина, его, да, мама. Как-то вот он всегда слушается, слушается. Вот когда ему говорят мужики что-то, он как будто их не слушает. А когда говорят женщины, он их слушает. Я не знаю почему, но это как-то так. Давайте посмотрим, что у вас сейчас. Ну, у вас работа, конечно. На работе опять что-то там не спорится. Потому что работать-то и уже и не хочется. Потому что так хочется любви. Сколько можно работать? Работа не волк, в лес не убежит. А так хочется любви, правда? Потому что вы уже даже забыли, что это такое. Что такая романтика, что такое любовь. Вы что-то в последнее время даже уже завидовать начали людям, вернее не людям, а женщинам влюбленным. Хотя вы женщина сами по себе независливая. И вы всегда влюбленным женщинам желаете счастья. Но что-то в последнее время вы даже как-то чувствуете, что вы стали завидовать женщинам, тем, кто влюблены, кто в паре. Вам это не свойственно. Вы даже считаете, что это некрасиво завидовать-то. Потому что вот вам так хочется любви. Вам так хочется внимания. Вот этого женского счастья. Какой-то романтики даже, понимаете? Ну, хотя бы на недельку романтики. Мне достаточно будет, потому что я потом опять начну работать. У многих здесь, знаете, какая работа? Вот вы приходите уже на работу, такая не то, что нервная. А как бы вот, типа, я пришла на работу, я хочу спокойно работать, чтобы ко мне никто не лез. А так не получается. То-то одно пятое, десятое, то начальство, то коллеги, то... И вам хочется так сорваться? Или всех нафиг послать? Или кого-нибудь покусать уже просто? Потому что вот у вас как срыв какой-то, понимаете? Такой срыв, как будто вот вам та же мужчина нужен, который просто скажет, ну, успокойся, все будет хорошо, милая. Я тебя люблю, мы вместе, мы справимся, все будет замечательно. Но я же есть у тебя. Понимаете, вам как будто как женщине нужна мужская поддержка. Потому что вы уже просто, вы уже на последней вот этой вот стадии, да? Я уже, я уже как цер Бернар вот этот, да? Я уже вот этот, как его, как это, собака Басхервилли, да? Если меня сейчас выпустить, я всех покусаю. Вы женщина, женщина, которая хочет любви. А потом уже опять работать. Потому что тут, ну, сколько можно, да? Все, все, все мысли, вся голова в каких-то проектах, заработках денег. Как придумать, усовершенствовать свою работу. Как выйти на новые планы и опять начать там работать. Да сколько можно? Дайте уже пистолет застрелиться, господи, от этого уже всего. Но вы же женщина, правильно, в первую очередь? Вот вы сейчас это как будто уже начинаете как, не то что понимать, А как вспоминать, и вам от этого всего так прям, блин, вот ей-богу. Был бы пистолет, вот вы бы взяли и застрелились бы уже. Ну, ну, чтобы уже все. Чтобы уже все, понимаете, все стало на свои места уже, все. Нет уже пистолета, да? А я свой Калашников одолжить тоже не могу. Он мне тоже нужен. Ну, на всякие. Может, я тоже когда-нибудь застрелюсь уже с этих раскладов. Поэтому Калашникова я никак одолжить вам не могу, уже извините. Так, давайте посмотрим теперь другую ситуацию. Сейчас я это все соберу. Итак, вопросы будут его мысли и чувства слух. Ну что, давайте будем смотреть, какие у него мысли и чувства к вам на данный момент. Хочет помириться, праздника с вами хочет, да? Встретиться, увидеться хочет. Потому что вы как-то из головы не выходите, и сердце тоже постоянно присутствуете в его жизни. Он на работе о вас думает. Или на работе вас видит тоже. При мысли о вас у него тоже настроение поднимается. Знаете, как будто постоянно мысль о вас его тревожит, но и в то же время как будто дает ему жизнь. Да, вот думать о вас, где вы, чем вы занимаетесь, что вы все равно присутствуете в его сердце, в его мыслях. Да, конечно, здесь мужчина хочет с вами встретиться, он хочет с вами увидеться, потому что тут страх потери вас, боязнь чего-то, да? Мужчина боится, что, возможно, он уже больше никогда вас не увидит. Он очень сильно этого боится. Есть такой страх потери, да? Потому что он уже считает, что вас как будто потерял. Не хочет остаться без вас, постоянно смотрит в вашу сторону. Тут сильное переживание психологическое у мужчины. Страх потери, боязнь. Любит, потому что любит. Вот сейчас он на работе, у него все мысли о вас. Абсолютно. Потому что вы душу ему греете и даете ему возможность как будто творить, работать, действовать, быть на позитиве, жить. Видите, ему хочется дышать. Ну, здесь он считает, что все по справедливости. То, что он переживает сейчас, то, что у него головная боль, так скажем, из-за вас, да? Потому что вас рядом нету. Это по справедливости. Потому что, ну, все, что имеем, не храним, потерявши плачем. Он считает, что он что-то сделал не так, поэтому за это сейчас он сильно волнуется и переживает. Значит, типа, так мне и надо. У меня была возможность поступить иначе, но я ей не воспользовался. И поэтому у меня сейчас вот то, что есть, то, что есть. Все. А что есть? Он один. Карта отшельника. Вот если бы он раньше сделал все по-правильному, он бы сейчас был бы не один, а с вами. А сейчас он один. Поэтому он считает, ну, я сам виноват. Я сам виноват, когда я должен был к ней приехать, когда я должен был сделать первый шаг в ее сторону, ее позвать или самому приехать. И как-то открыто с ней поговорить, я этого не сделал. Ну, вот и все. За это я сейчас расплачиваюсь по полной программе. Да. Потому что была такая возможность, вы должны были увидеться. У вас или сорвалось свидание, или что-то пошло не так. Или была возможность, может быть, вы его звали, приглашали, а он не приехал. Ну, вот за это он сейчас расплачивается. Потому что вы должны были бы увидеться с этим человеком. Но не получилось. Но не получилось. Он сам виноват. Он считает, что он сам виноват. Потому что он мужчина. Мужчина всегда действует у нас, а не женщина. Он, слава богу, это понимает. Король Пентакли. Может быть, он ссылается на то, что я был занят. Я был в семье. Я был на работе. Я был там в поездке, в бизнес-поездке где-то. Да, типа он ссылается, но извини, я не мог приехать, потому что, типа, я там в семье. Я там, типа, занят, я на работе. У меня деньги, у меня там работа, бизнес оставить не могу. Да, я там, типа, гостей встречал и так далее. Так здесь много всяких причин. Почему он не может? Потому что он, скорее всего, несвободный. Несвободный график. Несвободный, в принципе. Что он еще думает? Давайте посмотрим. Да, он несет свой крест. Ну что, он несет свой крест. Этот человек вообще, в принципе, король мечей? Король пентакровый, король мечей. Мужчина очень, возможно, какое-то отношение имеет. Это работа связана с бумагой, документами, юриспруденцией. Работа с металлом. Работа там, где техника, электроника, компьютер. Или мужчина работает в медицине. Причем он, возможно, имеет или свой бизнес, свои дела какие-то. Дела какие-то связаны, может быть, с основной какой-то работой и хобби тоже может быть. Так он еще и не свободный, так он еще и логичный, прямолинейный, жесткий, конкретный. Который всегда, всю жизнь опирается только на свои желания, только на себя, на самого себя любимого. Как он хочет, так и должно быть. Понимаете, да? Он себя, свои приоритеты, свои желания всегда ставит на первое место. Никого не слушая, ни под кого не подстраиваясь, не подчиняясь. Ну вот, ну вот так вот. Здесь такой человек. Тут такой человек. Ну и как он теперь все это разруливать будет? Ну что, он будет ждать. Ждать, потому что ему тяжело. Тяжело теперь что-то либо делать. Ну что-либо, я не знаю, там, он уже сделал. Он считает, все, я уже сделал. Вот кашу я такую заварил уже. Как из этого теперь всего выходить, я не знаю. Я разрушил все, что можно было разрушить в наших отношениях. Это я эту женщину уже практически потерял. Шансов уже на возобновление отношений нет. Она мне давала эти шансы уже много раз. Я ими не воспользовался. Я почему-то думал, что она никуда не денется. Я почему-то думал, что она со мной всегда будет. И она меня простит и любого примет. Но сейчас я боюсь, что это уже, скорее всего, может быть, назад ничего не вернуть. Да, мне тяжело. Да, мне плохо без нее. Я без нее не могу. Но я за свои ошибки расплачиваюсь по полной. Я знаю, что я сделал. Я знаю, что я тут натворил. Я по полной программе отвечаю за свои ошибки. Потому что я очень много его упустил. Не обращая внимания. А теперь все. А теперь все. Остался я один со своими воспоминаниями. А теперь он, знаете, как старую кинопленку прокручивает в голове. Как у вас было? А если бы он вот тогда приехал бы? И как было бы совсем по-другому? Или, например, вот тогда бы, если бы он сделал бы все правильно, вот было бы совершенно вот так вот. Если он встретился с вами, поговорил бы, или с чемодан вернулся бы домой бы. Сейчас совсем по-другому было бы. Ему остается только теперь вспоминать, как это было и как это могло бы теперь быть. Потому что по итогу мы видим, что нифига, извините, ничего сейчас не получилось. Он там далеко от вас. Вы совершенно своими делами занимаетесь. Вы знаете, мне такое ощущение, что вы даже о нем не думаете. Потому что я здесь вашей энергетики тут не чувствую. Я чувствую только хорошо его. И все мысли о вас я считываю с него. Тут вас вообще как будто нету. Вашей энергии. Вы мне о себе тут не говорите. Я вас считываю с него. Понимаете? Это о чем говорит? Говорит о том, что вы уже, знаете, у вас уже другой курс. Вы уже нацелены на другие отношения, на другого мужчину. Вы уже как-то уже все. Поменялись полностью. А он несет свой крест. Вот этот крест он по жизни несет. Я не удивлюсь, если у него есть такой крестик нательный, который постоянно или ломается, или теряется. И ворон. Тут я не знаю, ворон. Может быть, наколка на нем такой, или тотемное животное его ворон. Знаете? Как белая ворона только. Он не черная, а белая ворона. Что-то я прям разошлась уже. А я потому что вот поток, меня тут поток уже вот сносит просто. Бурным потоком меня сносит. С этого расклада уже. Как изменится ваша ситуация с ним в ближайшее время? Изменения какие-то будут? Но жрица не хочет говорить. Не хочет. Почему? Почему вы не должны знать изменений ближайшего будущего? Но почему? Потому что, потому что он сейчас сам думает, как к вам подъезжать, на чем, на чем подъехать, как, как, как возобновить. Терять не хочет вас, но не хочет. Может быть, ему судьба тоже подсказывает. Оставь ее в покое. Оставь эту женщину в покое. Иди своей дорогой. А он нет и все. Как я ставлю? Ну как тогда буду я жить? Как я с этим совсем буду жить? Я же не справлюсь. Это же эта женщина всей моей жизни. Но я же не справлюсь тогда, если я ее оставлю. А судьба, может быть, уже ему и намеки дает. И сто раз уже говорит ему, да оставь ее в покое уже. А он нет и все. Не может он ее, вас оставить в покое. Конечно. Он же считает, что сразу ему мир перевернется перед ним, если он вас оставит. Без вас мир не мир будет. Поэтому тут он собирается с вами идти на перемирие. Он будет как-то к вам выходить. Если у вас общие есть дети, готовьтесь. Он вам тут будет петь про детей. Вот наши дети. Как ты можешь? Наши дети. Или же у вас, если нет детей, но у вас супруга, он будет вам говорить, ну мы же хотели ребенка с тобой. Как же ты все заканчиваешь так просто? Мы же о детях мечтали, они у нас могут быть. То есть он может тут выезжать по детской карте, да? По ребенку может выезжать. Он вам будет, он тут будет вам петь песни, что давай будем иметь или давай заведем ребенка. Мы же хотели ребенка. Ребенок нас укрепит, нашу семью. И вы, наверное, скорее всего, скажете, ну да, да, конечно. Он правильно говорит, правильно. Да я же хотела, хотела. Теперь он тоже хочет, да, да. Давай будем мириться, давай встретимся, давай увидимся. Ну давай, я понимаю, мы с тобой разные, разные, да. Ну а человеч меня тоже. Я тоже хочу быть как ты. Я хочу для тебя быть любимой. Да, я много не понимаю. Я не понимаю человеческого слова. Я совершенно другой. Но я не могу без тебя, потому что я тебя люблю. Я знаю, я понял, что это ты моя ноша такая тяжелая. Я как крест просто тебя не нанесу, как Иисус на Голгоф, да, свой крест нес. Так же я тебя несу, но я тебя люблю. Я без тебя не могу. А ты от меня закрываешься, ты обороняешься, ты меня знать не хочешь. Да. Хорошо. Вы его примете или нет? Нет? Луна. Потому что вам уже тут карты Таро сказали, вам уже ваша интуиция сказала, что не надо. Такой мужчина не нужен, потому что он не меняется. Что его мама там тоже вас не хочет, что вряд ли у вас что-то получится. Потому что вы или себя так накрутили там чем-то, да, ой, у нас ничего не получится, или на самом деле тоже ничего не получится. Но у вас по луне, у вас пока голова находится в темноте. А это говорит о том, что вы не уверены. Вы не уверены. Может быть, вы и хотите его. Но вы не уверены, что это будет все хорошо, что это будет иначе, нежели прежде там, что у вас было. Что это будет уже на какого-то нового, какой-то новой ступени, да, какого-то нового начала в будущем. Вот вы как будто уже не верите, хотите ли вы его снова. И да, и нет, смотри. Ну вот смотри, видите, вот такое ощущение, как будто вы вот этот зайчик. Смотрите, как четко тут видно. Это луна, а это солнце. Посмотрите, зайчик смотрит то в одну сторону, да, вот так вот смотрит, то смотрит в другую сторону. Смотрите, как этот можно делать, да. То так смотрит, то так смотрит, то так смотрит, то так смотрит. Это о чем говорит? Потому что вы на распутии находитесь, вы не знаете, что выбрать, с ним или не с ним, дать уже 105-й шанс ему или нет. Потому что вы не можете определиться. Но просвет будет, вы все-таки в солнце выйдете. Видите, у нас ночь сменяется днем. Это говорит так. Может быть, вам сутки нужно для того, чтобы подумать. У кого-то, может быть, неделю надо, чтобы подумать, а кому-то и месяц. Для того, чтобы определиться, давать ему снова шанс или нет. И вы будете на распутье. Кто-то из вас будет сны видеть тут, всякие сны, предсказания слушать. Потому что вам подсказка идет через ночь. А многие здесь явно с кем-то, может быть, поговорят из близких, друзей, родителей. И вам кто-то поможет и посоветует тоже. Дай ему снова шанс, посмотри, что будет. Вы понимаете? Может быть, многие из вас будут обращаться к мастерам за гаданием. Чтобы вам сделали предсказание и сказали, дай ему шанс, у вас все будет хорошо. Или не надо давать ему шансов. Ставь точку, иди вперед, у тебя другой мужчина. Кто-то из вас будет обращаться за предсказаниями. Потому что вам нужно будет определиться, и вы определитесь. Но, как говорится, не так быстро. Через луну-то вы по-любому пройдете. Давайте спросим, если вы дадите ему все-таки шанс. Считайте, что вы ко мне обратились уже за предсказанием. Все-таки, если вы ему дадите шанс, у вас что-то выйдет на новый виток или нет? Еще. Еще. Если вы ему дадите снова шанс, вы уже тогда точно поймете для себя. И это уже последний раз будет, вы будете с ним вместе или нет. Но шанс, как будто вы ему должны дать, пусть себя проявит, пусть себя покажет. Или через интернет, или в прямом смысле вы должны увидеться. Он должен себя проявить как император, как мужчина. Когда вы будете давать ему шанс, вы прям так и скажете. Ты мужчина, тебе решать. Не надо меня ждать, чтобы я там. Я согласна. Но делать все будешь ты, потому что ты мужчина. И вот пусть он себя проявит, потому что у вас здесь, вам надо уже четко определиться и поставить точку. Или с ним точку поставить. Все, конец. Или уже все этой точку поставить, все этой эпопеи уже, понимаете, ненормальной. И выходить с ним на новый уровень. Это вы должны его проверить. Не то, что проверить, а на него посмотреть. Как он будет себя проявлять. Только так, а по-другому никак. Вы не можете за него делать что-то. Вы не можете сами к нему ехать. Его на себе женить. Его заставить с вами жить. Его, понимаете, вот как-то, как карабас-барабас, который дергает за ниточки. Это не отношения карабаса-барабаса и куклы. У вас должны быть отношения равных партнеров. Мужчины и женщины, которые любят друг друга, уважают друг друга и хотят быть вместе. Все. Поэтому, если он не будет себя должным образом, то даже не важно, каким образом он себя будет проявлять. Вы просто посмотрите, дальше у вас уже будущее есть или нет. Пусть себя вообще как-нибудь проявляет. Потому что вам нужно определиться через ним. Вот с этим оленем, понимаете. Вот этот олень, этот наш император. Вот надо посмотреть, он как дальше будет себя как олень вести. Вот с рогами уже такими. Или нет. Или все-таки там рога у нас что-то другое поменяет. На человеческий образ. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Он согласен проявляться? То, что вы от него ждете. А куда он денется? Он от вас зависит. Он без вас не может. Постоянно смотрит в вашу сторону. Постоянно смотрит в вашу сторону. Единственное, что его сейчас отвлекает и удерживает, это материальная сфера или же его семья. Вот только материалка его сейчас удерживает и не дает проявляться к вам. Потому что у него есть какие-то проблемы материального характера. Он там спасает что-то, понимаете. Деньги свои спасает. Бизнес свой спасает. Семью спасает, я не знаю. Дом, который рушится там, да, с фундамента. Он что-то там спасает. Поэтому это главное сейчас для него, заработать деньги, удержать то, что у него есть. Но от вас он, конечно, зависит. Без вас он не может. К вам ему постоянно тянет, да. Тянет его к вам. Вы знаете, так же, как мужчина считает, что вы для него не чужая, а самая родная. Он считает, что вы можете его понять и простить. Поэтому надеяться. Надеяться, верит, что между вами все еще будет. Конечно. Вот я же говорю, дама кубковая, да. То, что вы женщина такая очень душевная, теплая и родная. И вы все понимаете. И самое главное, вы умеете его чувствовать. Потому что вам это дано природой. Вы добрая, отзывчивая, сердобольная. Женщина, которая всегда придет на помощь, на подмогу, выручать, спасать. Вы понимаете? Он вас видит очень такой родной и близкой, как никого другого. Ну вот, смотрите, видите? Ну вот вы видите? Я не знаю, что тут еще тут говорить. Что тут можно говорить? Это все есть, как дважды два. Потому что это вы, дама пентакливая. Вот что он четко видит, что вы хотите. Вот этого, вот этой картинки вы хотите. С вашим любимым человеком. Тут ничего дополняет. Здесь все видно, как на, вот понимаете? Как на ладони все видно. Смотрите. Ой. Все, что имеем, не храним. Потерявши плачем, да? Что он и делает? Потерявши плачет. Ему так вас не хватает. Ему так вас не хватает. Потому что расстояние. Тут расстояние, господи, пусть оно неладно будет этому расстоянию уже. Друзья мои, если вы с любимым человеком находитесь на расстоянии, делайте все возможное, чтобы сблизиться. Иначе расстояние вас просто убьет. И вас, и его, и ваши отношения. Сближайтесь, как хотите. Вот как хотите. Потому что это невозможно просто. Это невозможно. Отношения не строятся. Любовь не складывается на расстоянии. Это все убивается. И чем дальше ты идешь со всем этим, тем еще хуже. Поэтому сокращайте это расстояние. Сближайтесь. Идите друг другу навстречу. Увидьтесь. Поговорите. Будьте всегда, я не знаю, на связи. У нас, слава богу, век интернета. Телефонов, смартфонов. Так общайтесь постоянно. Сокращайте это расстояние. Люди раньше на повозках друг к другу через расстояние. Слушайте, Ломоносов пришел к Москве. Потому что так сильно хотел учиться. Пешком шел вон в Сибири. А вы тут в век кибернетики, как говорится. Это расстояние сократить не можете. Два человека друг друга любят. Вы что? Вы что творите? Это что такое? Я не пойму вообще. Ой, ты господи. Дай бог мне терпения. Хорошо. Что вам высшая сила хочет сказать? Потому что у меня уже нет вопросов. У меня одни эмоции. Да, уже высшая сила говорит, строить отношения уже надо. Все, строить отношения уже надо. Хватит уже. Сколько можно? Сколько можно друг друга закрываться? Сколько? Сколько еще вы будете закрываться? Сколько вы там будете ультиматумы ставить? В позу вставать? Сколько? Не надоело еще? Не надоело еще? Когда вы похожи прям друг на друга. Вы похожи. Посмотрите. А что это все тянется, 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 тянется? Дай бог, девочки, вам, конечно, терпение. Потому что вы своим терпением, скорее всего, хотите ему что-то доказать. Да не доказывайте это все терпением. Это только, знаете, время лечит. Но это не время лечит. Это что-то другое там лечит уже, наверное. Вот я его проучу. Вот я ему, пусть он знает. Я ему так отомщу. Да хватит уже мстить. Хватит уже злиться. Отпустите всю эту злость. Переведите на другой уровень. Начните все заново. Начните как-то по-другому. Нет, я вот, а он со мной так поступил. Я ему отомщу. Я ему докажу. Я там его, не забыла его эти. Ну, я понимаю, это все женская эмоция. Это женская вот эта вот, да, обида. Это все, конечно, понятно. Но у вас же с ним тут, понимаешь ли, по колесу фортуны же. Судьба же не просто так вас свела. Она же для чего-то вас свела. И у вас все равно будет расставание то вместе, то в росте, то вместе, то в росте. Вы пока не пройдете все эти, так скажем, жесткие этапы притирок. Вам же не расстаться. Счастье-то все равно, понимаете, вдали от друг друга. Да нету, нету счастья. Только вместе счастье есть. Да, пока не столько мы пользуемся возможностями интернета, да, глядим на друг другу, как на мечту, как на звезду. Отчаянно, что может быть когда-нибудь у нас будет все хорошо. Интернет в помощь тут, конечно, да. И пока только отчаяние начать, ну, мысли отчаянно, отчаянные мысли начать все заново, конечно, они греют душу. Но начнется ли? Ну, ждете, оба ждете. Что может быть, да, вот она образумится, вдруг она перестанет на меня злиться, да, она простит, и мы будем с ней вместе. Но она же умная, она же мудрая, она же любимая. Как она может поступить иначе? Она же должна понять все-таки. И вы считаете, что если он мужчина, да, он бросит все, он придет ко мне и будет меня добиваться. Если он настоящий, да, если вот он такой. Тут каждый думает о своем. Ну, вы пока, да, вы пока жесткая. Ну, вы пока жесткая. Вы тут просто как ворон. Черный ворон. Как в песне. Да. Ну, разное, разное, на разных языках общаетесь, да. Что ты вьешься надо мной, Ты добычи не дождешься, Черный ворон я не твой. Ой, как в песне, прям, как в песне. Одни эмоции у меня прям. А вы считаете? А что ж, я ж такая красивая. Чего это я не должна тут как бы свои условия ставить? А как ж по-другому? Я ж красивая, умная, хорошая это я. А он со мной как поступил, а? И просто так ему? Нет. Не бывать тому. Угу. Отлично. Пусть растет. Я там с десятью высшими образованиями, А у него три класса и коридор. Ага. И буду я сейчас под него тут нечего. А-а. Да. Это перевоспитание, девочки, с вашей стороны. Такое идет, да? Воспитываем. Воспитываем мужикам и тут кнутом и пряником. Ой, воспитываем. А он воспитываться не хочет. Он хочет, чтобы его приняли такими, как он есть. Да, он тоже любит уже. Раньше меньше, сейчас, наверное, больше. Потому что как-то на расстоянии. Больше вас хочет, больше вас чувствует. И любовь больше, больше с каждым разом. Да. Да. А вы наоборот, да? Вы чем дальше от него, тем и холоднее. И пусть он вообще не идет и не лезет уже в мою душу-то грешную. И без него я справлюсь. Угу. Да. Замечательно. Че тут скажешь? Ничего не скажешь. Че тут скажешь? Я не знаю, что тут говорить уже. Любит, хочет, без вас не может. А вы ни в какую. Все. Вы тут барыня-бояриня такая. Прям вся прям такая. Как я скажу, так и будет. Все. Девочки, у меня нет больше вопросов. Нет больше вопросов. Мается мужик, мается. А вы как тут орлица? Ах, вот так ему, мало ему, мало, мало ему. Да. Надо еще что-нибудь мне такое тут сделать, чтобы он еще дальше маялся. Чтоб цену мне знал. Ир-то проклятый такой. Со мной так поступил. Не прощу его никогда, не прощу. Девочки, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А самое главное не забывайте. Ну, вы, конечно, да, еще барыня та, которая все, конечно, для себя. Прям вот как правильно, как лучше, как надо. Ну, значит, тому и быть. Я вас всех люблю, я вас всех целую, обнимаю. Вам счастья, удачи, здоровья. И пусть у вас в личной жизни, пусть все наладится. И до скорых встреч. Спасибо.